Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады «Я профессионал» в направлении юриспруденции. Я Новиков Андрей Алексеевич, доцент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета. Проведу небольшой обзор типичных ошибок и того, как следовало решить эти казусы или отдельный вопрос, который вам давали. В большинстве случаев проблем не возникло. Мы старались делать, создавая эти вопросы, максимально придерживаться однозначного толкования тех или иных положений. С тем, чтобы не было возможности какого-то оценочного подхода к вам, в зависимости от субъективной позиции лица, который эти тесты составляло. Поэтому все давалось предельно в соответствии либо с законом, либо с толкованием Пленума. Максимальное число баллов, вот я вывел вам, все вы видите условия, было 100 баллов. Так, 45 вопросов давали нам, 45 вопросов. Из них 40 по 2 балла, 5 вопросов по 4 балла. Был только один правильный ответ. Один правильный ответ. Действительно направлено было на проверку базовых знаний, основных знаний и понимания норм гражданского и семейного права. Я специалист по гражданскому и семейному праву, поэтому мы с вами будем немножко поговорим о тех вопросах, которые, может быть, как-то вызвали затруднения. В большинстве случаев, я более чем уверен, кто давал неправильный ответ, скорее всего, это было связано с какой-то невнимательностью определенной. Надо было очень внимательно читать вопросы. Где-то кто-то пропустил, что написано в вопросе слова «не» и стал искать по-другому совсем, стал отвечать. Но в этом ничего страшного нет, если кто-то и допустил подобного рода ошибки, но остальные все тесты были отвечены правильно, то он успешно прошел первый этап. Первый этап, поскольку вы без определенной специализации должны были показать базовые знания и по конституционному праву, и по уголовному праву, и по гражданскому и семейному праву, направлен был на то, чтобы во втором этапе участвовали те участники Олимпиады, кто имеет соответствующие базовые хотя бы знания данных приметов и дисциплины. И вот давайте посмотрим некоторые вопросы, которые вызвали какие-то определенные затруднения у некоторых участников. Они задавали по этому поводу вопросы. Вот, пожалуйста, начнем с первого вопроса, который вызвал затруднения. Вот этот вопрос, тут был достаточно хитрый вопрос. Видите, написано, поставщик освобождается от ответственности за просрочку поставки товара в случае. Ну вот, многие прекрасно помнят, что предприниматель несет ответственность, в том числе и без вины, да, там у нас усеченный будет. То есть, в данном случае ответственность будет у нас, у предпринимателя, без его вины. И в пленуме, например, прямо было указано по этому поводу отсутствие на рынке нужных, ну и в законе нужных товаров, в случае производных договоров, нужных товаров, отсутствие на рынке нужных товаров, да, указано было, или соответствующей продукцией не считается непреодолимой силой, и, в общем-то, ответственность не снимается. Но, вам хитро здесь был поставлен вопрос, обратите внимание, отсутствие на рынке нужных товаров в случаях предусмотренных договоров. А договор – это универсальный инструмент, и мы можем очень много что изменить. Если вы прямо указали такое в договоре, то в этом случае, конечно, освобождается от ответственности тот предприниматель, поставщик, который, в общем-то, не смог исполнить свою обязанность в силу отсутствия на рынке этих товаров. Понятно, да? Конечно, многие из вас, первые, не многие из вас, это я уж правильно говорю, стал, вот, первую часть, первый вариант взял, наводнение пожара и землетрясения. Но само по себе наводнение, наводнение, да, не может обладать одновременно свойствами непредвиденности и неотвратимости, или непреодоленности. Наводнение может быть и преодолено, оно может быть предвидено. Ну, если вы живете в нашем славном городе, Санкт-Петербурге, ходите гулять по Васильевскому острову, то вы видите, наводнение такого-то года, наводнение такое, вы видите, как поднимается вода. Ну, и любой из вас, кто учился в средней школе, читал замечательные произведения Александра Сергеевича Пушкина, да, «Медный всадь». Помните, как описание там наводнения знаменитого в Санкт-Петербурге, которое было. Поэтому наводнение может быть вполне предвидено, так? А преодолеть можно ли эту предвиденность? Пожалуйста, у нас построена дамба. Вполне можно преодолеть, так? То есть само по себе наводнение, поднятие в Финском заливе воды очень высокого, ну, как это бывает у нас по весне и сейчас будет, не может считаться, что не может освобождать поставщика от ответственности за просрочку товара. То есть должно быть еще и свойство непредвиденности этого всего, непреодолимости. Если вас предупредили о том, что будет землетрясение сейсмологическое такое-то, такое-то, вы вполне можете эти товары просто-напросто вывезти из этого территории. Поэтому вот это все надо было учесть. Это вот на такой поверхностный взгляд казалось, что вот именно первое. А на самом деле все заключалось в пункте втором, так, у нас втором варианте, именно предусмотренных договором, как универсальным инструментом. Ну, большинство справились без всякого труда. Следующее. Брак по расчету. Брак по расчету. Может ли он быть признан недействительным? Ну, вот здесь я должен сказать, что да, правильный совершенно третий ответ. Не может быть признан недействительным. Поскольку общая политика российского государства, которая отражена и в Конституции Российской Федерации, фавор-фамилия, да, то есть в пользу семьи, в пользу брака, в пользу брака, то, соответственно, перечень случаев, когда брак может быть признан недействительным, он очень дан, он закрытый перечень. Никакого расширительного толкования быть не может. И там прямая дана отсылка у нас в Семейном кодексе, пожалуйста, Семейный кодекс, это статья 27-я, признание брака недействительным. Там либо отсылка к нарушению условий пункта 12-14 или пункта 3-15 статьи Семейного кодекса. Либо есть специальный состав. Специальный состав. Но специальный состав только один у нас. Другого специального состава нет. Специальный состав – это что? Если брак фиктивный, то есть без намерения создать брак у той и другой стороны или у одной из сторон вступающих в брак. Все остальное у нас, либо смотри, пункт 12-14, то есть статья 12-14 или пункт 3 статьи 15 Семейного кодекса, а здесь ничего нет по поводу, в данном случае, брака по расчету. Либо мы должны брать во внимание специальный состав, который указан уже у нас вот здесь в статье 27-й, то есть эффективный брак. Поэтому брак по расчету, брак по расчету, конечно, не может быть признан недействительным. Следующий момент. Следующая. Так, сейчас посмотрим, что у нас. Договор ренты. Ну, кое-кого из студентов смутило, извините, ну, участников, может быть, и не студентов уже. То, что имущество по расчету ренты может передаваться, может передаваться без встречного предоставления, без возмездного, или, может быть, передаваться в данном случае с уплатой стоимости этого имущества. Но сам договор ренты, он всегда будет возмездным. Потому что по договору ренты, когда он заключен, а вы помните, наверное, что этот договор у нас реальный, подлежит нотариальному удостоверению. И это обременение ренты, имущество заносится, это обременение ЕГРН. И поэтому договоры ренты, всегда подчеркиваю по договору ренты, плательщик ренты, там так и называется, плательщик ренты, обязан предоставлять, что получателю ренты содержание. Иначе это не будет договором ренты. Понимаете? И своему названию существа отношениями мы видим, что под договору ренты предполагается встречное предоставление. Это всегда возмездный договор. Вне зависимости от того, передавалось имущество на возмездной основе, которое должно перейти в собственность плательщика ренты. Либо на безвозмездной основе передавалось плательщику ренты. Вот в этом, да, были некоторые участники, сомнения и ошибки. Вот здесь четко и ясно написано. Договор ренты. Какой он? Да, договор ренты всегда возмездный. Если договор ренты будет безвозмездным, то это не будет договор обрет. Это будет иная договорная конструкция. Какая угодно договорная конструкция. Если я передаю кому-то имущество и не получаю встречного предоставления в собственность, то из существа отношений следует, что это перед нами, что договор дорей. Вот и все. А это не ренты. То есть, то, что касается применения договора, норм о договоре дарения, которые указаны, или купли-продажи к этим отношениям, это касается только лишь передачи самого предмета договора ренты. То есть, нония самих отношений, проистекающих из договора ренты. Касается передачи качества, можно и по аналогии качества товара и другого. Предъявить некие претензии. Поэтому вот так по договору ренты. Тут надо быть просто внимательным. Ну, этот вопрос достаточно простой по негаторному иску. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Да, исковая давность не распространяется на данную категорию вечных исков. Так, негаторный иск. В общем-то, это прямое указание закона у нас, так, о нераспространении исковой давности. Если не связано с лишением владения собственника его имущества, и вы помните, акция у негатория, так, еще из римского права, который возник, то собственник, не утративший владения, он, в общем-то, в любой момент может потребовать, независимо от того, как долго нарушается его право, вот нарушителя права, прекратить это нарушение. Ну, самый простой пример. Некто ходит через ваш земельный участок и говорит, что он имеет на это право. Вы говорите, нет, вы на это право не имеете. А я имею на это право. Я здесь хожу уже 20 лет и буду еще 20 ходить. Ну, а какой вы должны дать ответ? В таком случае я заявляю против вас иск о том, что вы прекратили нарушать мое право. Владение вас уже не утратили, нет в своих земельном участке. И невозможно выставить будет тому гражданину, который нарушает ваше право, ходит произвольно по вашему земельному участку, то, что он, что уже до этого 20 лет ходил и еще собирается 20 лет ходить. То есть это не имеет никакого значения. В любой момент нерешенное владение имущества своего собственника может всегда заявить, предъявить требования, отрицающие право некоего лица, стеснять право собственника, некоторный лица. Брачный договор. Ну, здесь просто-напросто нужно было внимательно, много чего написано было. Есть такие вопросы, пожирающие время, но где можно найти самый правильный ответ? Вот здесь будет какое? Соглашение лиц, намеревающихся вступать в брак или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супруга в браке или в случае его расторжения. Тут не имеет значения, подали они заявление в ЗАГС или не подали заявление в ЗАГС. Вполне возможно, не могут прийти и сказать, нотариус не вправе отказать от удостоверения брачного договора, если граждане, мужчина и женщина, еще и не подали даже заявление в ЗАГС. Их дело, они могут, брачный договор, вы должны знать и помнить, были, что эта сделка у нас под отлагательным условием. Такая классическая сделка, где есть вот такое у нас так называемое суспензивное условие, отлагательное условие. Правоэффект брачного договора будет, что только отнесет к моменту заключения брака. А заключить брачный договор можно и до заключения брака, и в период заключения брака. А вот после расторжения брака нельзя будет ни изменить брачный договор, не его заключить. Потому что все. Я имею в виду, заключить его нельзя будет относительно тех отношений, которые возникли до того, когда они состояли в браке. Дальше. Так, следующее. А это два. А не дублируются слайды. Следующее. Да, какие лица, несуществующие на момент открытия наследства могут призываться к наследству. Ну, здесь да, совершенно понятно. Вы должны знать, что новая конструкция наследственный фонд, она из существа отношений возникает только после открытия наследства. Там предписано законом, порядок есть создания наследственного фонда, когда заинтересованное лицо обращается к нотарию, в течение трех дней должен соответствовать. Если в завещании есть указание на создание наследственного фонда, устав наследственного фонда, Он должен обратиться в органы юстиции с заявлением о создании наследственного племена. Это тот случай, когда субъект имущественных прав умершего наследодателя появится только после его смерти. И на сцитурус, например, или постумы их называют еще. Это догматическое название зачатого при жизни наследодателя лица, но не родившегося, но нет открытия наследства. У него, у этого лица, есть что? Не права, а охраняясь за законом интереса. Еще в римском праве очень большая была доктрина, все это было разработано, начиная от куратора Вентрис и прочее, то, что было связано с обеспечением интересов зачатого при жизни наследодателя, но не родившегося в момент открытия наследства ребенка. Вот это вы должны знать. Тут вопрос как раз на некие ваши знания римского права, которые вы вообще должны были бы знать. Ведь это база, основания, на котором строятся знания гражданского права. Ну, как преподаватель римского права, могу вам сказать, что без хорошего знания римского права, на мой взгляд, достаточно сложно понять, можно, конечно, но сложно понять многие современные гражданско-правые конструкции. Так. Понимаете, это очень такое интересное явление, когда мы знаем, что по общему правилу к наследству призываются только лица, которые обладают правосубъектностью на момент открытия наследства. Существует момент открытия наследства. Но вот есть у нас исключения из этого правила, и они прямо указаны в законе. Так. Насцитурус и вот наследственный фонд. Легатум, да? Ну, здесь тоже от вас требуется догматического знания, так? Я уж не стал вам тут давать разницу, чтобы вы показали между легатум-пердонационным, легатум-первиндикационным, легатум-перперцепционным и прочее, прочее, прочее. Там куча есть разного рода легат. Но вы должны знать, что легат – это завещательный отказ. Легат – завещательный отказ. В догматике права совершенно нормально. Вы должны были усвоить это с первого курса, изучая римское право, что некоторые категории, они передаются в догматике, в латинской терминалу. Дело в том, что сам завещательный отказ, сам термин «завещательный отказ», он появился в результате достаточно жесткой полемики между нашими юристами, еще дегатум-первинуционными юристами. Вот Соколовский, в частности, активно этим вопросом занимался, Блюменфельд и другие дегуляционные юристы. И был спор, как назвать это явление. Латинским словом «легатум» или «легат» по-русски. Или «завещательный отказ», то есть нечто то, что будет передаваться кому-то. И вот тогда уже возникали споры у юристов, не будет ли путать слово «завещательный отказ» нашего обычного гражданина, подданного, который должен читать и знать закон, не спутает ли он с отказом от наследства. Могу вам сказать, что эти сомнения оказались достаточно правильными. Другая часть говорила, нам не нужно иностранное слово «легат», у нас у русских свое есть название, кстати, спорили и там и там немцы, конечно, либо русевшие немцы, либо не русевшие немцы по этому поводу, как основные специалисты у нас по гражданскому праву. Соколовский, кстати, немец. И они пришли все-таки к выводу, что нужно назвать, дать название «завещательный отказ», наша русская народная, чтобы было понятно. Я лично встречал даже сейчас судебный акт, по-моему, один или два, где, в общем-то, путаница произошла и на уровне даже судебного решения, где «завещательный отказ» спутали с отказом от наследства. Понимаете? И действительно, это перешло затем понятие в советские кодификации 1922 года, 1964 года, и в современную кодификацию перешло именно такое название, как «завещательный отказ». Не «легат», а «завещательный отказ». Хотя, может быть, было бы лучше указать «легат», чтобы никто не путался в том, что это такое имелось в виду. Вот, поэтому вот от вас требовалось знание вот этого знания. И литература, которую нужно почитать, вот вам давалось, это очень примерный список литературы. Можно, конечно, при подготовке еще посмотреть и почитать комментарии, и комментарии, наши кафедральные комментарии, к сожалению, они устаревшие уже несколько. Ну, вот я вам рекомендую еще почитать комментарии под редакцией Александра Петровича Сергеева. Можно комментарии посмотреть под редакцией Карапетова. Ну, современные такие комментарии, где с учетом, в том числе, изменений, которые внесены в гражданское законодательство, вам могут помочь как-то что-то... Ну, вам могут помочь для подготовки к дальнейшей вашей работе и к второму этапу. А так, в общем-то, этой литературы, вот то, что я вам указал, на мой взгляд, было достаточно. По гражданскому, семейному праву, чтобы особо много вам не давать. Благодарю вас за внимание, уважаемые участники. Если какие-то вопросы, я могу ответить. Если нет вопросов, то могу вам только пожелать успехов. Во втором участии, во втором этапе. И в пять часов я разберу примерную задачу, как ее решать на втором этапе. Будет желание, у вас можете так в пять часов присоединиться к нам, послушать, как это делается. Спасибо за внимание. Да, Андрей Алексеевич, спасибо вам большое. Вопросов нет у слушателей. Думаю, все было просто и понятно. Все понятно просто. Очень хорошо. Значит, до пяти часов, так? Да, спасибо вам большое. Тогда я выхожу. Я выхожу тогда. Ладно, все, в пять я подключаюсь. И, в общем-то, нормально. По-моему, понял. Ну, ясно, понятно, думаю, было уважаемым слушателям. Все, вышел. Все, спасибо, всего доброго.